Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Меня зовут Дарья Сударева и вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня мы празднуем День пожилого человека, поэтому сегодня в студии мы поговорим о пенсиях Ульяновской области. В студию мы пригласили управляющего отделением фонда пенсионного и социального страхования по Ульяновской области Павла Андрюшина. Павел Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, сколько у нас в Ульяновской области вообще пенсионеров и какая может быть средняя пенсионная ставка? На сегодняшний момент у нас в Ульяновской области проживает 392 тысячи пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составляет 19 500 рублей. Ну и второй тоже самый основной вопрос. В каких случаях гражданину может назначаться пенсионная выплата? Ну, во-первых, позвольте, начну с того, что хочу поздравить всех представителей серебряного возраста с праздником. Хочу пожелать счастья, здоровья, активного-активного долголетия, неиссякаемой энергии и бодрости духа. Ну, и, конечно же, чтобы было благополучие в семье. И поскольку мы сегодня будем говорить о пенсиях и пенсионерах, давайте сразу сначала определимся, кто же такие у нас пенсионеры. Конечно, в обывательском понятии пенсионер — это все-таки гражданин такого уже преклонного возраста. Серебряного, как сейчас можно сказать. Серебряного, да, серебряного возраста. Но, однако, бывают ситуации, когда пенсионером гражданин иногда является буквально с рождения. Поэтому, в первую очередь, надо сказать о том, что в соответствии с действующим законодательством, бывают три ситуации, когда устанавливается человек в пенсионное обеспечение. Это инвалидность, потеря кормильца или достижение определенного пенсионного возраста. Ну, и, соответственно, пенсии будут называться пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости. Если говорить о пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца, то здесь все достаточно просто. То есть, пенсия по инвалидности устанавливается социальным фондом в том случае, когда органы медико-социальной экспертизы признают гражданина инвалидом. Ну, и пенсия по случаю потери кормильца, она назначается в том случае, когда подтверждается факт утраты этого самого кормильца. Если говорить о пенсии по старости, то нужно понимать, что для того, чтобы возникло право на пенсию по старости, необходимо соблюдение трех условий. Первое условие — это, конечно же, достижение установленного пенсионного возраста. Второе условие — это наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов в количестве 30 и необходимо выработать страховой стаж не менее 15 лет. Сейчас действуют переходные положения, и у нас в рамках этого переходного положения вот к этим самым нормативам мы подходим поэтапно. Сейчас продолжаются этапы увеличения у нас и пенсионного возраста, этапы увеличения и требуемой величины индивидуальных пенсионных коэффициентов, и, соответственно, страхового стажа. Со следующего года у нас смогут уйти на пенсию женщины, которые достигли возраста 58 лет, и мужчины, которые достигли возраста 63 лет. При условии, что они имеют не менее 15 лет страхового стажа, и они заработали не менее 28,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов. При наличии всех этих трех условий в следующем году гражданин может уйти на страховую пенсию по старости. Вот если останавливаться все-таки на пенсиях по возрасту, вот вы упомянули коэффициенты и стаж. Вот расскажите подробнее, как узнать, во-первых, сколько уже накоплено стажей и коэффициентов? Ну, во-первых, нужно знать о том, что Социальный фонд России проактивно информирует всех граждан о том, какие пенсионные права у этого гражданина сформированы. При достижении женщины 40 лет, а мужчины 45 лет, на портале Госуслуг и его личный кабинет приходит уведомление, в котором указывается и стаж, который отработан страховой стаж, и индивидуальный пенсионный коэффициент, который заработан на сегодняшний момент. И, исходя из этой величины индивидуального пенсионного коэффициента, уже расчетный размер страховой пенсии по старости. Кроме того, что информирует Социальный фонд, любой гражданин может всегда в любой момент времени, что называется в режиме онлайн, зайти на едином портале Госуслуг и получить выпуск из индивидуального лицевого счета. Выпуск из индивидуального лицевого счета содержит абсолютно полную информацию о всех его пенсионных правах. То есть там указываются и периоды работы, там указывается и величина индивидуального пенсионного коэффициента, рассчитанная в конечном итоге, и общий стаж страховой. Поэтому каждый гражданин может посмотреть, все ли на его индивидуальном лицевом счете отражено, все ли периоды отражены. И это лучше сделать заранее, не дожидаясь наступления вот того самого пенсионного возраста, для того, чтобы заранее посмотреть, во-первых, определить потенциально свое право, то есть у человека есть ли необходимый стаж, есть ли та самая величина индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые требуются для установления пенсии по старости. И посмотреть самое важное, а все ли периоды учтены у человека в индивидуальном лицевом счете. При этом, если выяснится, что какие-то периоды там не учтены, то страшного в этом ничего нет, это все дело корректируется. Для этого необходимо обратиться к нам в клиентскую службу социального фонда, обратиться с заявлением о корректировке своего индивидуального лицевого счета и представить документы, подтверждающие то, что в лицевой счет требуется внести, или скорректировать какие-либо сведения. Вот тоже вы озвучили пенсионный возраст, стандартный, женщина 60, мужчина 65, но многие уходят раньше на пенсию. Вот за счет чего это происходит? Вот как раз тоже переходим от стажа и коэффициентов. Ну, страховая пенсия по старости у нас может быть, безусловно, назначена ранее вот того возраста, которое вы сейчас сказали, то есть женщина 60, мужчина 65 лет. В первую очередь досрочная пенсия по старости у нас назначается за работу во вредных условиях труда. Кроме того, досрочная страховая пенсия по старости у нас назначается легчикам, врачам, учителям и также актерам. Требования для досрочного выхода на страховую пенсию по старости, они для каждой категории свои. Безусловно, для того, чтобы право наступило на досрочную страховую пенсию по старости, требуется, чтобы человек отработал вот по этим определенным профессиям определенный период, то есть наработал свой как раз льготный стаж. При наличии этого льготного стажа и иных условий, человеку может быть установлена досрочная страховая пенсия по старости. Во-вторых, на досрочную страховую пенсию по старости могут претендовать люди, которые имеют длительный страховой стаж. Это новшество, которое появилось не так давно. Длительный страховой стаж — это для женщины 37 лет, для мужчины 42 года. При наличии этого длительного страхового стажа человек может уйти на пенсию на 2 года ранее общеустановленного возраста. Нужно иметь в виду только одно, что в этот длительный стаж не включаются периоды учебы, периоды ухода за детьми до 1,5 лет. Это чистая работа. Но наравне с работой в этот период длительного стажа включается служба в армию. И сейчас участие в СВО включается в полуторном размере. Поэтому если мужчина 42 года, а женщина 37 лет имеет такого длительного стажа, то они смогут уйти на пенсию на 2 года ранее срока. Ну и есть третья позиция — это так называемые социальные мотивы. Когда у нас женщина, имеющая троих детей, уходит на 3 года ранее, то есть она может уйти на пенсию на 57 лет. Если 4 ребенка, она уходит на 4 года ранее, то есть это в 56 лет. Но если у мамы 5 и более детей, то она уже может уйти на пенсию в 50 лет. Кроме того, если в семье есть ребенок-инвалид, то тогда папа или мама могут уйти на пенсию, соответственно, в 50 или 55 лет. Вот это те ситуации, когда у нас человек может выйти на пенсию досрочно. Вот в 60 или в 65 лет у нас обычно пенсионеры еще в силах, поэтому очень многие работают. Вот расскажите, для работающих пенсионеров вообще вот эти вот выплаты, они как-то меняются или точно так же исчисляются? Работающим пенсионерам пенсия выплачивается, однако в случае, когда мы производим индексацию пенсии, работающим пенсионерам индексация не производится. Она выплачивается им в прежнем размере, и поэтому у работающих пенсионеров право на получение пенсии с учетом вот тех произведенных индексаций, оно возникает только после того, когда они оставят свою работу, после того, как они будут признаны не работающими пенсионерами. За период работы за год всем работающим пенсионерам с 1 августа следующего года производится корректировка с учетом того индивидуальных пенсионных коэффициента, который он заработал в предыдущем периоде. Максимальный индивидуальный пенсионный коэффициент, который учитывается для корректировки, составляет 3 балла. Вы тоже уже упомянули стажи и коэффициенты, когда уже жители у нас выходят на пенсию. Если не хватает этого стажа, не хватает коэффициентов, что получается? Человек останется без пенсии или ему будет начисляться не такая пенсия, как основная сумма? В большинстве своем, если человек работал у нас официально, если он получал официальную заработную плату, то никаких проблем с выходом на пенсию у него не возникает. То есть он отрабатывает необходимые минимумы те самые 15 лет, он зарабатывает те самые требуемые 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. То есть здесь проблем никаких нет. Если же человек работал неофициально или получал официально работал, но получал заработную плату официально гораздо меньшую, то тогда у него могут возникнуть проблемы. То есть к моменту выхода на пенсию он может либо стаж не отработать требуемые 15 лет, либо не набрать те самые требуемые 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. В этом случае тогда мы человеку предложим в первую очередь доработать и заработать необходимые стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. Но если так случится, что человек не сможет доработать и набрать стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты, то у него остается право на получение уже государственной социальной пенсии по старости. Но она устанавливается на 5 лет позднее. То есть это уже для женщины возраст будет 65 лет, для мужчины 70 лет. То есть тоже свои нюансы есть. Правда ли, что можно получать сразу 2 пенсии? Как правило, если человек имеет право на 2 вида пенсии, ему устанавливается только один наиболее выгодный вариант пенсионного обеспечения. Но есть исключения, когда гражданам устанавливаются 2 пенсии. В первую очередь это у нас участники Великой Отечественной войны, это у нас жители блокадного Ленинграда, а также те граждане, которые стали инвалидами вследствие военной травмы. То есть они имеют право на получение государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости. Во всех остальных случаях у нас назначается одна пенсия. Также устанавливается пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости. Это родителям и вдовам погибших призывников и добровольцев. В настоящее время, к сожалению, это может быть тоже актуально. То есть при достижении возраста родители или вдовы смогут получать уже тогда свою страховую пенсию по старости и государственную пенсию по случаю потери кормильца. Сейчас еще существует удостоверение пенсионера. Это какое-то нововведение. Расскажите, нужно ли его получать, зачем оно нужно, какие-то привилегии для пенсионеров оно дает? Удостоверение пенсионера это было ранее. Сейчас это свидетельство пенсионера. Свидетельство пенсионера не дает никаких привилегий. Вместе с тем любой получатель пенсии вправе обратиться к нам в клиентскую службу социального фонда для того, чтобы получить это свидетельство пенсионера. В свидетельстве пенсионера указывается вид установленной пенсии и период, на который эта пенсия установлена. Нужно иметь в виду, что в свидетельстве пенсионера в обязательном порядке есть еще и фотография. Поэтому, приходя к нам в клиентскую службу, за свидетельством пенсионера будьте готовы сфотографироваться, для того, чтобы ваша фотография была размещена в этом свидетельстве пенсионера. Вместе с тем, если у вас нет свидетельства пенсионера и нужно подтвердить факт того, что гражданин является получателем какого-либо вида нашей пенсии, можно всегда зайти на портал госуслуг, получить справку, которая является аналогом этого свидетельства пенсионера и фактически является подтверждением факта того, что человек является получателем пенсии. То есть, это все свидетельство по желанию? Да, это по желанию. Расскажите, когда нужно обращаться за пенсией, какие документы нужно оформлять, в какое позвонить на госуслуги или уже прийти на личный прием? За пенсией, конечно, лучше обратиться к нам заранее. Заранее для чего? Для того, чтобы специалисты социального фонда посмотрели вместе с вами, а все ли отражено на вашем индивидуальном лицевом счете, а все ли документы имеются в наличии для того, чтобы подтвердить право на тот или иной вид пенсионного обеспечения. Поэтому лучше это обратиться минимум за год, ну, а если раньше вы придете, мы вас тоже с удовольствием и премиум, посмотрим все ваши документы вместе с вами, посмотрим выписку из индивидуального лицевого счета, проверим, все ли периоды отражены в этом индивидуальном лицевом счете. Но если окажется, что какие-либо периоды не отражены в индивидуальном лицевом счете, сотрудники социального фонда сделают все необходимые запросы и в архивы, и по прежнему месту работы, в любые государственные органы, в том числе и зарубежные. То есть мы заранее сделаем всю необходимую предварительную работу, для того, чтобы к моменту, когда возникнет право на пенсию, у человека его пенсионные права были бы учтены в полном объеме. Поэтому обращаться за пенсией лучше заблаговременно, особенно в том случае, когда человек предполагает, что у него есть право на досрочное пенсионное обеспечение, в этом случае однозначно нужно заранее подойти к нам, заявить о том, что вы претендуете на досрочное пенсионное обеспечение, с тем, чтобы мы проверили, специалисты социального фонда, проверили право, действительно право, на это досрочное пенсионное обеспечение. Ну и уже тогда, когда будет понимание, что да, право на страховую пенсию по старости есть, в том числе и на досрочную, обращаться необходимо с заявлением. Заявление можно подать всегда, дистанционно, это на портале госуслуг, можно лично обратиться к нам, к клиентскую службу социального фонда, можно обратиться в МФЦ с таким заявлением, с писем, ну или такое заявление отправить по почте. Это такой вариант тоже присутствует. Это нужно сделать уже не ранее, чем за месяц до возникновения права на пенсию. Ну и в завершении, если вдруг какие-то у наших зрителей возникнут вопросы по всем вот этим пенсионным вопросам, а есть ли какие-то горячие линии или, может быть, в курсуслугах написать, то есть куда можно обратиться? Ну, во-первых, всегда можно обратиться в наш единый контакт-центр. Телефон его, это федеральный номер, он бесплатный, телефон его 8 800 1 5 0 1. По этому телефону можно задать абсолютно любые вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Также с документами непосредственно можно всегда обратиться в наши клиентские службы социального фонда, но хотелось бы, чтобы все-таки заранее граждане приходили к нам, записавшись предварительно на прием, для того, чтобы они не ожидали в очереди, а уже приходили к назначенному времени, в назначенный день, и мы бы их приняли без очереди, в установленное время. Телефон для записи тот же самый, 8 800 1 5 0 1, по этому телефону можно записаться, либо можно записаться на нашем портале, на нашем сайте sfr.gov.ru. Спасибо большое, Павел Николаевич, за то, что ответили на все вопросы подробно. Ну, а наша передача подходит к концу. Мы еще раз поздравляем пенсионеров Ульяновской области с праздником и желаем самое главное крепкого здоровья. До новых встреч, оставайтесь с нами. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова